Для учеников рязанских школ продолжается дистанционное обучение. По словам министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, возвращение к очной форме обучения в каждом регионе будет определяться по особому распоряжению губернаторов. Кроме этого, по окончании учебного года всем учащимся будут выставлены итоговые оценки. Учащиеся 9-х и 11-х классов будут проходить государственную итоговую аттестацию. В связи с изменившимися условиями, в этом году выпускники 9-х классов будут аттестовываться или сдавать экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Для 11-ти классников единый государственный экзамен пройдет в стандартном режиме, но сроки его перенесены. На данный момент мы знаем о том, что он будет проводиться с 8 июня. И расписание экзаменов находится на утверждении в Министерстве юстиции. Ольга Щетинкина отметила, что если ситуация, связанная с коронавирусом, будет осложняться, обо всех изменениях или перенесении сроков проведения государственных экзаменов будет сообщать Федеральная служба по надзору в сфере образования. В настоящее время есть целый ряд ресурсов, которые позволяют готовиться к государственной итоговой аттестации как учащимся 9-х, так и учащимся 11-х классов. Прежде всего, это сайт Федерального института педагогических изменений. В наших рекомендациях мы во все муниципалитеты направили информацию об этом сайте, о его возможностях и о том, каким образом можно подготовиться к государственной итоговой аттестации в сложившемся ситуации. Кроме того, всем руководителям общеобразовательных школ были даны рекомендации о том, что необходимо отводить время для подготовки к государственной итоговой аттестации.